Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Принцип гостиничной амнистии в судили на планерном совещании. Маранапа Сергей Сергеев дал распоряжение перевести земельные участки под гостиницами из категории ПТЖС по факту под коммерческие объекты. Ежегодный бюджет города теряет миллионы рублей на налогах земельных участков и возведенных на них объектов. Успешно прошли торги по реализации мест для экскурсионных точек в городе-курорте. Предполагаемая сумма пополнения городского бюджета – 12 миллионов. До конца месяца договоры подпишут и на размещение торговых павильонов. Задача администрации города – не допустить несанкционированной торговли и защитить права законопослушных предпринимателей. На планерном совещании обсудили вопрос о присвоении новых названий городским улицам. Герои труда и войн, фамилии достойных граждан увековечат в адресах. Отдел гражданской обороны переформируют в управление. Предложение о таких изменениях внес глава города Сергей Сергеев. Распоряжение для глав сельских округов – все памятники, мемориалы и памятные места отреставрировать до понедельника. Бережные и почетные отношения к памяти героев должно отражаться внешне. Внешний вид города-курорта вызвал нарекания мэра Анапы. Много работы сделано и предстоит сделать много. Озеленение, благоустройство, ремонт и, главное, порядок на строительных объектах на законной основе. Глава города-курорта Сергей Сергеев дал распоряжение благоустроить территорию детской больницы. В скором времени там будет новый сквер. Для маленьких пациентов поставят детскую площадку, а родители смогут отдыхать на лавочках в тени деревьев. Специалисты предприятия «Зеленстрой» совместно с сотрудниками городской архитектуры разработали схему по озеленению данного участка. Уже произведена разбивка ям, подготовлены места для посадки деревьев и кустарников. Будут высажены 33 лиственных, 71 хвойное дерево и 211 цветущих растений. Работы по созданию нового сквера планируют завершить к началу лета. На этой неделе наша съемочная группа побывала в селе Цебонобалка на ярмарке-привозе. Она работает по вторникам и субботам. Здесь можно приобрести сельхозпродукцию и другие полезные товары. Цветы, саженцы, одежду, необходимые вещи для дома. Рыболовецкий колхоз «Куйбышевский» приводит на каждую ярмарку свежую рыбу. Представители Абинска швейной фабрики выставляют на продажу свои товары. Фермеры продают инвентарь домашнего производства. Сотрудники управления торговли совместно с полицией проверили торговцев на улице Чехова. На 100-метровке и без разрешения, и в неустановленных для торговли местах, ежедневно, как на работу, выходят пенсионеры. Продают домашние лекарственные растения и цветы. На одну из нарушителей составили административный протокол. Женщинам и объяснили, торговать здесь нельзя. В 12-м микрорайоне работает ярмарка-привоз, где пенсионерам предоставляют бесплатные места. В селе Джигинка состоялось выездное открытое заседание Комитета Совета муниципального образования по развитию сельских территорий агропромышленного комплекса. Депутаты пообщались с предпринимателями села Джигинка в режиме «Вопрос-ответ». Обсудили разные темы. О том, как поддерживают предприниматели на краевом уровне, рассказал кандидат юридических наук доцент Данил Стронский. Заявки от предпринимателей на субсидии в 2015 году принимают уже сегодня. Бюджет формирует. Ранее на такую помощь начинающим бизнесменам выделяли 500 тысяч рублей в год. Сейчас субсидии составляют 9 миллионов. После заседания депутаты посетили предприятия сельского округа. Молокозавод. Здесь перерабатывают более 4 тонн молока в сутки. И ферму агропредприятия. Без очередей. Выходной день. В субботу 5 апреля на Театральной площади прошел День здоровья. На шести постах здоровья в городской поликлинике анавские краевые врачи проводили бесплатный прием и консультировали по вопросам охраны здоровья. В этом году Всемирный День здоровья посвятили болезням, возбудители которых передаются кровососущими насекомыми. Главный инфекционист Анапы Нина Галиулова рассказала, как обезопасить себя от укусов клещей. Большой интерес у гостей мероприятия вызвал практический урок оказания первой медицинской помощи, которую проводил врач-реаниматолог. В своем микроблоге в твиттере Маранапа Сергей Сергеев отметил, самыми востребованными оказались врачи-онкологи. Их посетило 111 человек. Подобные Дни здоровья будем продолжать не только в городе, но и в сельских округах. 7 апреля в городском театре состоялся праздник, посвященный вдохновителям культурной жизни города-курорта. Лучших работников культуры поздравили с профессиональным праздником. Специалисты технического отдела телерадиокомпании Анапа-регион превратили ожидание торжественной церемонии в самостоятельный праздник. Съемку из зрительного зала транслировали на большом экране театра и установили видеокамеру в эпицентре культурной жизни города за кулисами, где бессменная ведущая церемония Любовь Евсеева побеседовала с мастерами культуры за пару минут до начала праздника. На торжественной церемонии каждого заслуженного работника культуры в Анапе встречали аплодисментами. Каждому дарили подарки и цветы. И о каждом показали короткометражки. Вспомнили труд ветеранов культуры. Всех работников культурной сферы поздравил Маранапа Сергей Сергеев. Почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Краснодарского края и городу-курорта отметили 68 человек. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Редкие кварцевые пески, самозахват территории. В Анапе остановлена еще одна незаконная стройка на Пионерском проспекте у самого уреза воды. Бюджет края, перспективы изменений и дополнений в связи с возвращением Крыма в состав России. Как сохранить и приумножить средства, евро, рубли и вклады в рекомендациях экономистов. Субботник – общее дело для благоустройства. Самые старательные начали работы с пятницы. В Анапе стартовала весенняя серия игр «Что, где, когда». Умники и умницы студенты вузов доказывали свои права название самых умных. С легким паром специалисты Кубанской банной ассоциации изобрели устройство для легкого пара после бани. Анапские песчаные дюны можно с уверенностью называть еще одну жемчужиной нашего города-курорта. Созданные природой миллионы лет назад, кварцевые пески – уникальные явления саму по себе. И во всем мире таких мало. Не говоря уже о том, что они уникальны и для оздоровления, и сохранения экологического баланса морского берега. Что же думают те, кто то и дело протягивает руку к их целостности? Сегодня очередной рейд остановил еще одну незаконную стройку на Пионерском проспекте у самого уреза воды, идущую с большим размахом в лучших традициях анапского самозахвата. Оправдывая свою хищническую позицию, те, кто вершат беззаконие, стоит только вторгнуться на их территорию с требованием прекратить незаконное строительство, тут же придумают версии, по которым глава города душит предпринимателей и не дает в Анапе развернуться малому бизнесу. Но судя по наглости застройщиков, что на первой линии Пионерского проспекта с размахом хапают исконное природное достояние, это уже не предпринимательство, а потеря всякого человеческого стыда. Вот это уже не предпринимательская деятельность. Это уже вред, причиняемый достоянию народа. На стройке по проезду Тополиному 4-8 сегодня работала большая рейдовая группа во главе с Анапским межрайонным прокурором Максимом Злобиным, экологами, специалистами Роспотребнадзора и Росприроднадзора, органами муниципального контроля, миграционной службы, полиции, отдела надзорной деятельности МЧС, размах стройки, количество незаконных мигрантов, вторжение в природный объект и урон, наносимый дюном просто беспрецедентны. Мне кажется, очень точное определение этому желанию положить свой карман как можно больше сегодня прозвучало. А вот здесь, смотрите, мы наблюдаем чемпионат человеческой жадности, когда сначала объект построен за красной линией и дюна срезана, но потом мало становится и следующий объект еще больше, еще с большим воздействием на окружающую природную среду залезает дальше в дюны. То есть мы можем смело предположить, что вот эти господа со временем захотят туда вообще, вот по аналогии. Вид с балкона в этих бетонных коробках неописуемо хорош. Но, по мнению экологов, при таком дерзком вторжении ненадолго. Ведь дюны – это экосистема, развивающаяся по своим законам. Природные факторы Анапского берега присущи сугубо только этой местности. Волны смывают и потом возвращают. И вот мы когда боролись, чтобы не добывали песок, значит, вот именно против вот этого, потому что если бы там бы вырыли яму, то волна бы смыла песок туда вглубь. Ветер работает вот здесь, на дюнах. То есть это второй природный механизм. Значит, он тоже должен песок переметать, значит, при юго-западных с моря ветрах. Северо-восточный возвращает как бы песок. И поэтому вот такой местности здесь не должно быть капитальных строений. Именно чтобы вот этот песок по природным своим законам мог мигрировать то туда, то обратно. Примеры ветровой розе мы находим здесь на каждом шагу. Вот песок и скудная растительность, которая его сдерживала. Вот здесь вот эта вот травка. Теперь она подрытая. И вот то, что я с вами вам говорила. Здесь вот влажно, видите? Влага сохраняется. Но когда подрываем, начинает высыхать. И, соответственно, вот это иссушение идет. Песок больше ничем не сдерживается. Начинает выдуваться. Те, кто строит эти многоэтажки окна в окна, не там затеяли создавать Манхэттен. Берег Черного моря не песочница, куда можно, когда начнется катастрофа, завести песочка. И люди, разрушающие берег, не дети. Спросят с них по-взрослому. Мало того, что это строится незаконно, мало того, что не соблюдаются никакие строительные нормы и правила, уничтожается ценнейшее достояние не только анапчан, но и всех россиян. И эта деятельность незаконная, она должна быть остановлена. В станице Анапской в скором времени изменится ситуация на дороге. Жалобы и предложения станичников решить проблемы с пешеходным переходом услышаны и уже в работе. Перекресток улиц Комсомольская и Мира в станице Анапской – самое оживленное место в населенном пункте. По сути, это въездные ворота в город, а для станичников оживленный пешеходный переход, десятка магазинов, учреждений и рынку. В прошлом году здесь произошло два десятка дорожно-транспортных происшествий, один со смертельным исходом. Год назад глава города Сергей Сергеев обещал жителям станицы Анапской решить эту проблему. И вот в кабинете у заместителя главы города Алексея Харитонова мы с удовольствием рассматриваем проект будущего подземного перехода. Проектный институт уже сделал предпроектную проработку. Он получается прямо возле рынка Николаевска выход и вход возле Дома культуры. Это даст беспрепятственный проезд автомобильного транспорта и свободный доступ для пешеходов. В том числе предусматривается здесь еще и пандусы, это для мобильных граждан. Строительство подземного перехода не остановит движение на этом участке дороги. Перекроют сначала одну полосу движения, потом другую. И еще один проект, который пока только в стадии разработки. В здании администрации станицы Анапской есть возможность достроить третий этаж, для того чтобы у сельской детворы была комфортная атмосфера для занятий искусством. В здании администрации находится и музыкальная школа, внизу находится спортивная секция, в том числе находится казачество. Конечно, здание требует реконструкции. В формировании изменения бюджета Краснодарского края обсудили на селекторном совещании. С возвратом Крыма в состав России бюджеты муниципальных образований преобразуют. О том, как изменится бюджет города-курорта, расскажем прямо сейчас. На совещании наполняемостью бюджета края губернатор Александр Ткачев поставил основные задачи перед муниципалитетами. Доходы бюджетов каждого муниципалитета края должны увеличиться минимум на 10%. В 2014 году собственные доходы в консолидированный бюджет Кубани должны составить не менее 200 миллиардов рублей. 2012 год для нашего края будет еще более напряженным, чем предыдущий. 2013 год. Надо стряхнуться, надо еще раз посмотреть на свои резервы, возможности. И, конечно, понимать, что сегодня у нас уже нет никакой монополии на Черное море. Мы одни из участников именно этого бизнеса. Теперь каждому муниципалитету в крае нужно учиться зарабатывать самостоятельно. Особое внимание в социальной сфере, на которую выделяют 70% бюджетных денег. Еще одно направление – активное развитие малого и среднего бизнеса. Предприниматели платят налоги, пополняют бюджет. Хотя не все бизнесмены вовремя погашают долги. В первом квартале 2014 года сумма оплаченных налогов на прибыль меньше, чем за такой же период 2013 года. Еще одна проблема муниципалитетов – кредиторская задолженность. Задача конкретная стоит – погасить просроченную кредиторскую задолженность до 1 мая. Ну а в течение первого полугодия погасить вообще всю кредиторскую задолженность. Муниципалитеты должны задействовать все возможности. Одна из них – земли лечебно-здоровительного комплекса. Теперь они не входят в земли, ограниченные в обороте. Их можно продавать, кроме первой береговой линии. Цены на такие участки устанавливают в регионах после всех юридических процедур. Сегодня мы заложили 13,3% рост бюджета при плановых показателях, те, которые нам предложили, 10%. И у меня есть уверенность, что мы справимся. У нас сегодня очень слабо реализуются некоторые из направлений пополнения доходной части, как отсолидированного, так и местного бюджета. Конкретно для меня не удовлетворяет продажа земельных участков. В непростой геополитической обстановке каждому муниципалитету придется бороться за каждый рубль казны. У Кубани появился конкурент – Крым. Теперь Краснодарский край – не единственный курорт Черного моря. А значит, край должен еще больше развиваться. Продолжаем выпуск. Как сохранить и приумножить капитал? Как правильно выбрать банки? На что обратить внимание перед тем, как открыть вклад? Мы проконсультировались у специалистов. О выборе экономистов расскажем прямо сейчас. Задумываясь о будущем, действуем сегодня. Планируем, вкладываем и стараемся приумножить. Для уверенности в завтрашнем дне многие открывают вклады, создают счета в банках. Здесь очень все просто. Дело в том, что деньги под подушкой не приносят дохода. Хоть они и греют душу, их всегда можно пересчитать, но тут же возникает желание их потратить куда-то или кому-то занять. А деньги, вложенные во вклад, например, принесут свои плоды в виде процентов. И в данном случае я считаю, что это самый надежный способ хранения денежных средств. К тому же деньги в банке защищены от инфляции. Первый шаг сделан. Открываем вклад. Первый вопрос клиентов. В чем выгоднее держать счет? В рублях или в валюте? Денежные средства лучше хранить в той валюте, которой вы планируете воспользоваться. Клиенты нашего банка получают зарплату в рублях. Поэтому, конечно, основная часть наших вкладчиков пользуется рублевыми вкладами. Если вы планируете поездку за рубеж или трату в иностранной валюте, можно хранить деньги и в валютных. Рублевые депозиты дают гораздо выше процентную ставку, нежели валютные. Поэтому в них, конечно же, выгоднее хранить свои сбережения. Определив вид вклада в рублях или в валюте, выбираем банк. На что важно обратить внимание и кому можно доверить свои деньги. Банковский сектор сейчас очень многообразен. Очень много предложений с разных сторон по вкладам рублевым. Стоит обратить внимание на рейтинг банка, который он занимает в системе. С этой информацией можно ознакомиться на сайте Центрального банка России. Посмотреть, сколько лет уже присутствует банк в банковской системе. Например, банковое заждение в этом месяце исполняется 23 года. А в Анапе мы представлены уже 4 года. Обещаны высокие и завышенные процентные ставки, как сыр в мышеловке. Экономисты говорят, стабильная ставка от 7 до 9%. Если обещают 12-13, такое предложение лучше дополнительно проанализировать и проконсультироваться со специалистами в офисе банка или дома во всемирной сети интернет. Нашим клиентам банк предлагает сейчас открывать депозиты и с помощью банкомата, и с помощью нашей банковской карты. И также можно будет открыть вклад с сайта банка возрождения. Более подробно о вкладах можно узнать у сотрудников в офисе банка на улице Крымская, 59. Субботу, 12 апреля, в Анапе пройдет общегородской субботник. А новчане, проживающие в частном секторе на улице Заводская, к субботнику подготовились заранее. Работали, чистили, убирали всю неделю и украшали придворовые территории. Жители квартального комитета номер 5 после ежедневной активной работы по наведению порядка на придворовых территориях принялись за благоустройство. На улице Заводской каждый житель частного сектора разбил цветочную клумбу. Они будут радовать и земляков, и гостей курорта. Сразу видно, здесь живут достеприимные и радушные хозяева. На улице 40-летия Победы на одной из клумб создали утопающую в весенних цветах альпийскую горку. Ее авторы и создатели – чита пенсионеров. И пример для молодежи. Так можно благоустроить прилегающую к дому территорию. На улице Маяковского убирают тротуары, красят заборы, пропалывают палисадники и высаживают цветы. Именно так анапчане уже не первое десятилетие готовятся к лету и встрече гостей. Эти женщины когда-то помогали наводить красоту у дома своим матерям. Теперь им помогают дети и внуки. И так будет продолжаться бесконечно. Пока есть любовь к своему городу, своей улице, своему дому. На субботник вышли сотрудники предприятия «Коммунальщик». В течение последнего месяца работники организации около 80 человек выезжают бригадами на разные объекты по заявкам местных жителей. Один из адресов – дома моршколы. В преддверии Всекубанского субботника предприятие «Коммунальщик» занимается наведением порядка на дворовых территориях, покраской детских площадок, продолжает благоустраивать микрорайоны. Сегодня весь коллектив, это примерно 89 человек, на сегодняшний день участвуют в субботнике, кроме аварийных бригад, которые работают по городу. На сегодняшний день мы за месячник проведенных субботников установили 12 песочников, завезли 70 кубов песка, завезли 20 кубов гнута, завезли щебня 8 кубов. Все, кто сегодня заказывал жильцы, материал, все дали, и извести краску, кто хотел принимать участие. На улице Ленина, в так называемых домах моршколы, проживают в основном пожилые люди. Им было не под силу самостоятельно произвести покраску высоких сооружений детских площадок. К ним на помощь на субботник вышла бригада сотрудников коммунальщика. Кроме площадки они обновили краску на всех остальных сооружениях. Если уж делать, то на совесть и капитально. Мы понимаем, что город должен быть чистый, все должно быть красиво, идет в преддверии курортного сезона, осознание у всех есть, поэтому занимаемся, хочем, чтобы и дворовые территории наши были красивые, и город чистый. Субботники предприятие коммунальщик на вверенных территориях микрорайонов будет проводить и дальше. Еще один субботник провели студенты в рамках особенного урока по уборке территории. Порядок, понятие круглосуточное и круглогодичное. Первокурсники решили показать всем пример. Организовали субботник в пятницу после занятий, чтобы сделать сюрприз родному учебному заведению и всему городу. Вся территория прилегает у нас от Валентины и также до УВД. Вообще убрались здесь и пошли дальше по улице, мы дошли до заводской. Время сильно не позволяет сегодня размахнуться, вот здесь убираемся, чтобы город свел, расцветал, чище все время было. За день ударного труда ребята привели в порядок практически всю улицу. Окопали деревья и подмели тротуары, чтобы в нашем общем доме Анапе было чисто и уютно. Это традиция на Кубани проводить уборку не только в доме, но и на улице с наступлением весны и тепла. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов обратился к Анапчанам с предложением выйти на всекубанский субботник и внести вклад в благоустройство Анапы. Уважаемые руководители предприятий, жители города курорт Анапы, во исполнение распоряжения губернатора Краснодарского края на территории Краснодарского края проводится всекубанский месячник. И 12 числа администрация муниципального образования города курорт Анапы на территории проводит широкомасштабный субботник. Убедительная просьба организовать субботник, привести в надлежащее состояние прилегающей своей территории. Необходимо выполнить обкопку приствольных кругов деревьев, произвести очистку тротуарной плитки от сорной растительности. В связи с предстоящим праздником Радоница необходимо произвести покраску заборов, домов и, самое главное, по возможности, если есть такая возможность, произвести высадку деревьев и цветочных насаждений. Лучший отдых – смена деятельности. Студенты после активного физического труда отдохнули на интеллектуальной игре. В Анапе начался весенний сезон игры «Что, где, когда». В турнире среди студенческой молодежи приняли участие 10 команд. Если уровень вашего IQ выше обычного, добро пожаловать в команду игроков-умников. Кроме хорошо развитого ума, необходима еще и решительность, логика, находчивость и скорость принятия решения. Знание истории, культуры, традиции разных стран должны быть в багаже игрока «Что, где, когда». В общей сложности участники игры ответили на 30 вопросов. Каждый из них обсуждали в течение одной минуты. Рассматривали все варианты ответов. Для нас это просто возможность показать наши способности, так как мы будущие юристы. Мы можем как-то думать неординарно, мыслить. Это для нас очень хорошая возможность, поэтому мы здесь. Очень развивает наше мышление. Помогает, узнаем много нового. Для нас это очень интересно. Я вот играю в игру «Что, где, когда» со школьного возраста и в принципе с того момента, как это началось в Анапе, вот это движение. И я скажу, что очень хорошо развивается именно логическое мышление. Логическое мышление и преобразование тех знаний, о которых вы уже знаете. Несколько часов в зале царила напряженная атмосфера и приглушенный совещательный гул. По итогам игры определились три лидирующие команды. Команда-победитель имени Федора Конюхова из 30 вопросов ответила на 11. Второе место в игре заняла команда Кукрыниксы МГГУ имени Шолохова. На третьем – студенты факультета Анапского правового института. Собрать воедино-культурное наследие кубанских казаков решила Кубанская банная ассоциация. Специалисты изучают традиции банного дела разных стран и в первую очередь Кубания. Результатом слияния опыта предков и современных технологий стало изобретение, создающее действительно легкий пар после бани. Новую печь для бани разработал Константин Белый, руководитель Кубанской банной ассоциации, член Совета Международной ассоциации банных искусств. Исходя из традиций Кубанской бани, мы решили создать такую печь, которая могла бы создавать тот легкий пар, который получался с камней, которые раскалялись открытым огнем. Чтобы создать такие условия, нам нужно было найти источник тепла, который обычная каменка создает с трудом. Поэтому мы разработали парогенератор. Преимущество парогенератора в том, что он выдает самый лучший мелкодисперсный пар. Этой разработкой уже заинтересовались производители компании «Бермаш» из столицы машиностроения на Урале Екатеринбурга, которая уже разработала печь под названием «Вейропар по белому». Разработка наша, парогенератор, совмещена с разработкой компании, универсальной топкой, с которой легко создаются паровые процедуры по-настоящему в русской бане. Идею, как современную печь максимально приблизить к традициям кубанской бани, главный изобретатель, анапчанин Константин Белый, вынашивал давно. Последний усовершенствованный парогенератор прошел испытания в течение полугода в передвижной бане и получил самые лестные отзывы от пользователей. Печь по белому изначально сделана так, чтобы ею было можно легко управлять и задавать любые режимы. Печи с парогенератором можно сейчас получить любой желающий. Достаточно только обратиться к нам в нашу Кубанскую банную ассоциацию. Представительство Кубанской банной ассоциации находится в Анапе на улице Краснодарской, 32. 12 и 13 апреля в Анапе пройдут первые матчи весеннего Кубка города-курорта по футболу. 12 апреля в 17 часов на стадионе Хутора Заря состоится матч между командами «Рассвет», «Хутор-Рассвет» и «Приморец-Локомотив», село Цабанабалка. 13 апреля в 17 часов на стадионе Виноградном пройдет матч между сборными «Алим», поселок Виноградный и «Умелец», станица Анапская. 13 апреля в 17.00 на стадионе Хутора Заря встретятся команды «Заря», «Заря» и «Ника» из Анапы. И еще один матч 13 апреля в 17 часов в селе Витязево на стадионе «Понтас» сыграют команды «Ставрос» и «Сапфир». Спортсмены ждут болельщиков на каждом стадионе. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В день космонавтики 12 апреля в Анапе будет малооблачно без осадков. Температура воздуха днем 11-13, ночью до плюс 10 градусов по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 9 градусов тепла. В воскресенье 13 апреля в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 10-12, ночью около 9 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 9 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Телефоны 48300 и 48333.